Население Курганской области сокращается. По официальной информации Свердловск-Стат, за январь-апрель 2017 года убыль составила около 3000 человек. Более 50% из этого числа по естественным причинам. Среди них болезни органов пищеварения, дыхания, инфекционные заболевания, несчастные случаи. Но львинная доля приходится на заболевания системы кровообращения. Это проблема мирового масштаба. Однако в Зауралье добились значительных улучшений в этой сфере. В 2016 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний есть такой показатель. Это на 100 тысяч жителей. Так вот у нас смертность была на уровне 603 при целевом показателе 650. Поэтому мы надеемся, что мы удержим эти позиции. Для этого есть все предпосылки. На страже стоит квалифицированная команда в лице Курганского областного кардиодиспансера. На сегодня здесь проводится практически весь цикл рентгенхирургических операций при болезнях сердца. Обслуживаем мы всю Курганскую область. Сегодня при остром коронарном синдроме, при нестабильных состояниях, при инфаркте миокарда, буквально вот с первых минут заболевания действует целая система, благодаря которой больной очень быстро доставляется в специализированное отделение, где выполняется через кожное коронарное вмешательство, через сосуды, доступ в артерии сердца осуществляется и извлекается тромб. Благодаря этому у пациента, которому грозила смерть, восстанавливается кровоток. Инфаркт можно либо вообще предотвратить, либо уменьшить его объемы. Смертность от острого инфаркта миокарда по региону в последние годы снижается. Только за 2016 год показатель составил минус 11%. Такие же темпы наблюдаются и с начала 2017 года. При нарушениях ритма сердца сегодня и по неотложным и по плановым показаниям имплантируем, то есть живляем, шиваем все виды кардиостимуляторов, и однокамерные, и двухкамерные, и дефибрилляторы, и кардиоверторы. Одним словом, довольно успешно боремся с самыми различными видами ритмии. Не только брадиаритми, как это было раньше, но и тахиаритми. Операции на открытом сердце в регионе не проводятся. Это факт. Но это не связано с отсутствием кадров или невозможностью приобретения оборудования. К слову, достаточно дорогостоящего. Дело в том, что данное, так называемое, тяжелое оборудование требует большого потока больных. Руки хирурга должны постоянно быть заняты. В Зауралье таких пациентов не наберется. Трагедии никакой в этом нет. Есть квоты Министерства здравоохранения. Мы можем направить больного в федеральные центры Челябинска, Новосибирска, Томска, Тюмени, да хоть Москвы. Раньше, лет 10 назад, у нас больные и по три года ждали очередь. То на сегодняшний день очереди, ну как таковой нет. Да, бывает ожидание, связанное с подготовкой больного, с отработкой документации. Но вся потребность нашей области закрывается вот федеральными центрами. Специалисты регионального здравоохранения заявляют, ситуация в кардиопомощи изменилась принципиально. 10 лет назад хирургической помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями в области практически не было. Были отдельные модели кардиостимуляторов, которые начали вживлять после 1995 года. Лишь в 2008-2009 годах началось развитие нового этапа хирургической помощи при ишемической болезни. Сегодня мы можем гордиться действительно нашим успехом. И мы уже проговаривали, что если вот 10 лет назад, ну ценой невероятных усилий, мы сокращали смертность от болезней кровообращения, от острых болезней, ну давайте просто говорить, от инфаркта, допустим, на 1% в год, на полпроцента в год и гордились этим, то за минувший год было 11%, сейчас порядка 17% за первые месяцы. Ну такого успеха у нас не было раньше. А затраты на самом деле колоссальные. Стоимость одного маленького стенда обходится в несколько десятков тысяч рублей. Кардиостимуляторы от 40 тысяч и до бесконечности, а в регионе ставят вплоть до самых сложных моделей. Лечение перенесших инфаркт миокарда, включая медикаменты и операцию, порядка 180 тысяч. На высокотехнологичную помощь ежегодно тратятся сотни миллионов рублей. А порой мы не задумываемся, какие усилия прилагают врачи и какие мощности кинуты на наше здоровье. При этом для нас абсолютно бесплатно. Алексей Старцев, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство Курганру.